Видимо переключились, а уже собственно и пистики начинаются Уже и пистики начинаются, друзья, ладно Спириты на КТ стороне, форзы на Т стороне, соответственно Для команды Форос в таком случае правила все те же На контейнер ориентированной сложной карте, коих в контратаке сейчас две Это Денюк и Дтрейн Необходимо взять 6 комфортных раундов 7 много, 5 мало, 6 Ребята пытаются, с радиорубки выходят на рампу, выходят на вилку, предположительно Не на вилку В поддевяточной забирают оппонентов, забираются на девятку Апланта Может быть не совсем были готовы к этому, ребята, если на спирит Мэджикс пытается Флит вообще врывается Тупо со сквика забирает одного на околопланте Второго вообще в туннелях ставится уже бомба И дисбаланс мир дичайше битые Еле-еле кое-как пытаются понять, а где вообще находятся оппоненты И пытаются хоть как-то спасти этот пистолетный раунд Что уже невероятно сложная история, если честно Ну, удачи, удачи им с этим, конечно Но буквально на одну пульку, конечно, алмазер Алмазер открывается, забирает не битого А вот битого фейскрак просто в тушку забирает с глака Потому что любой выстрел с любого пистолета по факту забирал бы здесь оппонента Форзе Берут первый раунд, он же пистолетный Наверное, форса цепилит я бы ожидал здесь увидеть Как я понимаю, они уже закупаются, потому что видно, что они уже закупаются Надеюсь, я там вижу два Максевена и уже скаут Окей Окей Будем следить Скаутка от и дисбаланса Действительно, два Максевена, два дигла есть Ачопера и мира, и дисбаланс по флиту проходится Обратную кредитку мир могут подсмотреть Здесь ему помогает и скаутер в том числе Кстати, хорошенький для спирит, опен прям приятный Второй опен, здрасте, приехали, можно форсетски выигрывать команды спирит Они украли еще калаш, более того Со скалы, может быть, заберут или нет, наверное Со скалы забирают Есть какой-то размер, но, во-первых, этого мало Во-вторых, калаш надо брать Возьмут, скорее всего, сейчас, как я понимаю Обратно Автомат калашникова, Джерри достается Окей, но в большинстве все равно команда спирит сейчас И под большим вопросом, конечно, находится То, куда, ребята, уже в меньшинстве пойдут Видно то, что смоки на секрет они все-таки прокидывают Возможно, пойдут под Б По-моему, в почку еще кто-то получил, да? Пытается сам Дайанг с Максевеном здесь работать Противники уже знают, что это Максевен Но фейскрак явно от дроби не уворачивается Алмазер Проходится по сам Дайангу Два человека строится Коммана Форс Джерри и Алмазер Здесь против троих То есть они и битые, и в меньшинстве Надо как-то точно сравнивать счет по живой силе Забирают оппонента Пойду сейчас из девяточной на девятку на Аплент Как я понимаю Меняются еще какие-то хотя бы девайсы Здесь Алмазер берет скаутку А здесь Максевен в упоре от Мэджекса Который, возможно, похоронит обоих, кстати говоря На этом расстоянии это смертельный выстрел Вот этот вот товарищ До свидания, братан И 20 секунд остается Джерри пытается найти оппонента Видит одного, видит второго Понимаете, где находится один и второй Но его туда-сюда гоняют И ему дико тяжело будет здесь открываться Он, скорее всего, будет погибать Это форс раунд для команды Спири Ничего, не получается Здесь у команды форс Так как денег нет у форсов И точнее, не совсем Я правильно говорю Так как они проиграли форсу Игра их заставит закупаться Потому что игра очень сильно их накажет Отсутствием денежных средств Это контр-форс раунд от команды форс Простите за каламбур Здесь есть тяжелый пистолет В виде дигла Здесь есть P250 Здесь есть Tech9 Галил есть И СНГшка За красным мир Красный Т, естественно, поджимает И это можно вообще-то Насобирать здесь три, наверное, человека Предположительно Красный забирается Забирает одного Возможно, забирает второго Второго не забирает Сам Дайанг забирает второго Вообще в другой позиции Это был Джерри Очень сильно битый фейскрак Очень сильно битый Мини-сильно битый Окей, алмазер Флит Частично битый Флит Оставаясь вдвоем Скорее всего будут проигрывать этот раунд Ребята из команды форс И следующий придется отдавать Потому что следующий будет экономический То есть на следующий раунд Это максимум, как бы, пару девайсов У спиритов выбить Ну, допустим, да Пара девайсов у спиритов выбить И, ну, может, пакет поставить разве что То есть такой момент Может, пакет поставить разве что Сложная история Сложная история Давайте-ка, друзья, покажу вам коэффициенты Спирит 1.30 3.30 Коэффициент на команду форс От наших коллег из париматч Уже действительно на победителя матча Потому что это реально уже третья карта Пока кэфы в пользу спирит На нюке я бы согласился Я очень часто люблю с коллегами из париматча спорть Если у меня есть аргументы То есть если я знаю, что собранная аналитика Реально позволяет прям вот на стол Как говорится, все карты выложить И сказать Нет париматч Вы знаете, тут может быть вообще вот прям вообще по-другому Но в этот раз форсам действительно должно быть тяжело Опять же, собранная аналитика позволяет Сказать о том, что спириты не просто по статистике здесь чуть-чуть сильнее А на самом деле они в последнее время По живой игре Возможно на полголовы сильнее, чем команда форс на нюке Но пока это только начало карты, так что не будем забегать вперед Ой уж, я уж Это точно Тут пока, конечно, беда, печаль В плане возможных перспектив Я немного почувствовал настроение Толи Яшина С вопросом о том, что не пошло на инферно Но ответ был очевиден Так, все это понимали У нас попытка опять с Максевном разобраться от Мэджикса Получается не очень Получает хэдшот И дальше выход на плент Попытается сам Дайанг сам открыться и пикнуть Но пока ждет тиммейтов Открываться довольно сложно Смог прилетает на девятку Поставленная бомба И пока что форс раунд для атаки протекает более-менее благополучно Главное занять выгодные позиции Не допустить защиту топ-лентов Пошел под пуш Неплохие вроде бы размены Алмазер скиптом дает два минуса Тут же влетает еще от алмазера хэдшота дисбаланса И у нас только один игрок защиты Это сам Дайанг Который попытается под смок задефузить бомбу Дает фейк дефуз Одного убирать Которого пытается там нарезать А там еще из ножа пытался выйти Фейскрайк У него Максевен Еще один фейк И пошел уже резать с Максевена Нет, не получается Он вытаскивает Это сам Дайанг Что он делает И он это раздефузит Потому что у него будут дефузки Треть раунд за командой Spirit И у ребят теперь нету деньги на нормальные девайсы У большинства игроков Лол, здравствуйте Приехали вообще Вот это вот интересные приколы сейчас Вот это реально интересные приколы Ай-яй-яй-яй-яй-яй Становится очень сильно тяжело Команди Форс Однако И он промахнулся по 12 хп с Максевеном Там влетит пара дробинок Не обязательно хэдшот Буквально пара дробинок Согласен с тобой Джерри пока не стреляет 0-4 0-4 для Джерри Дозакупились пистолетами Несколько гранат тоже есть Включая пара моликов А молик уже куда-то полетел На будку Подожди, а кривой молик на будку? А, нет, нормальный молик на будку Окей И Мэджикс увидел я О, господи Иисусе Бомба аж подлетела наверх Мама родная Просто боже Что? А, это не он убил Хорошо, окей А то я думал, что это за скан такой Взрывает Джерри все-таки лицо Одному оппоненту Отлетает от дисбаланса Моментально просто заканчивается Этот ран просто в труху и здесь Да уж Что-то пока все очень грустно Для ребят Кэпчики покажу Забыл свапнуть 1-2 на команду Спирит 4-2 на коллектив форс Грустно Но бывает Возможно оправиться За атаку, в принципе, 5-6 раундов Можно попробовать вытащить для себя Так вот По поводу комментария Толика В принципе, все логично Объяснил все это Отданными ЭК В первой половине во второй Окей Мы об этом тоже рассказали Да, говорить больше не о чем Значит Ты его Толик может нами продолжать гордиться Собственно Мы все заметили Из самого важного И указали самое важное Растем, друзья Растем Вот так вот А три года назад У-у-у Помните, да? Ох, три года назад Как Слипчик-то комментировал Я вспоминаю со страхом Не, я в смысле Даже без рафлов Да, я понимаю Там все были такие же Я на своем первом касте Я вообще забыл Как меня зовут На самом деле Как называется Студия, за которой я О, это интересно У меня такого, наверное, не было Но это интересно было, да Ну, волнение Первый официальный матч Сразу на финал О, господи Я помню Сейчас я тебе расскажу Вот это самое пройдет Этот рамп совершенно важный Для форсов очень важный Они на Аплэн хотят атаковать Это их девайс Под все деньги Сам Дайан У-у, получили Немножко по КП Ребят с команды спирит Мэджикс отключает Одного забирает Алмазер Второго забирает До третьего Нет Третьего все-таки уже нет На девятку забираются Ребята из команды спирит А здесь баланс будет открываться Под флешку Нет, не будет Бомба ставится Все-таки команды форс Ну, а теперь Этейк Два под девяткой Один игрок из мейна Это мир Чоппер готовится К каким-то взаимодействиям Пока что у нас Одисбаланс проходит Снимает его Кси-пауэр Дальше минус От фейскрека И можно уходить И Чоппер тут уже ложится Под натиском Джерри Второй для атаки Довольно уверенный раунд Хотя оказалось Что в начале выхода У них могут быть проблемы Потому что Теперь упал Просто форсом через смок От игрока за пантом Но потом еще Какая-то флешка Могла сработать И вот если бы погибал Игрок с бомбой На планете выходящей Вот там могли бы быть Проблемы Но нет Мы видим, что Используются дробовики Очень часто Команды спирит И довольно дефолтные девайсы Тоже у нас появляется Типа бизона Максевен Не знаю Там забытый богом Давным-давно А укусом до янга Он есть, например, да Ну это не то, что Прямо супер Да-да-да Не то, что Прямо суперзабытый девайс Ну в любом случае Дисбаланс поджал Красный Т Это во-первых Смотрит на скалу Во-вторых Мэджик с XM-кой На будке Аплэнта В-третьих У спиритов Пока все схвачено В ежовых рукавицах Ну плюс-минус В ежовых На карте Данюк На этой стороне Форзы, правда Два взяли Два и шести Два и шести комфортных Этого мало Но это начало Пока что Ну вообще середина половина Так что Может быть надо и спешить Уже не уверен Чувствуешь, да, Молик? Чувствуешь, Молик? Который делает дырку Между смоками Вот это вообще топ Фишка Да Я понимаю, что она стандартная Может быть, но это реально Топ тема Дефолтный, дефолтный, дефолт Который В принципе Работает довольно часто А дисбаланс И мир снимает по оппоненту Джерри отвечает фагом на мир А дальше выход Не особо удачный Казалось бы Но Джерри снимает Хэтшотом Сам Дайанга Дисбаланс девятки Ставится плент Навнешку под мейн И тут снайпер Как бы не мог помочь Своей команде Вылезать Одному было страшно Нет никого саппорта Ни моменталки Вообще нет гранату защиты И вот тут бы задуматься О сэве, честно говоря Потому что Мэджикс Он пока не просматривается Мэджикс очень важно У него подходящий девайс Если с эксэмкой Влететь и начать делать дискотеку здесь То можно что-то интересное сделать Мэджикс Не девятка, Мэджикс Ооо, а теперь Мэджикс А теперь Мэджикс Влетает Все-таки погибает Ладно, это тоже погибает И дисбаланс все-таки будет все Ууу, не получилось Не получилось здесь Для команды спирит Ооо, а выжить бы, кстати говоря Дисбаланс Не дыши Не дыши Не дыши Живи Стой Хочется посмотреть Хочется посмотреть Алмазера забирает Экзитфраг Есть Только снайперы выжили в этом раунде Какой плотный получился раунд Деньги закончились у защиты И атака может выйти на четверочку Я пока не берусь говорить за то Что это стабильно Там какой-то раунд для одной из команд Потому что спириты уже сегодня показывали На сегодня какой-то с тобой день На форсах экономических Что в матче Смэш Нордовин Там Норды три раза взяли за Демираж Себе или Да, Норды, по-моему, взяли три Или Смэш взяли три Да, три форса Или даже три экономических На второй половине Это было очень сильно Адисбеллант пока пропускает оппонентов Тут что-то все в бланде гоняют Никто никого не видит Все-таки влетает на плане Алмазер погибает От дигла Мэджикса Продолжает свою эпопею Адисбеллант уже с Айвиком Погибает еще и Экси Пауэр Флит последний Флит тоже отъезжает Это триплкил для стабора команды Спирит Внезапно Поэтому я ей сказал, что все может Пять-три Форзы Пока Только три раунда Забрали здесь Пириты опять Не докупая ничего Взяли с одним Мавиком В раунд Что? Да, да Это страшно Для команды Форс Я здесь Честно с тобой соглашусь Так, СМГщики есть Тек-9 и Эдигл Команды Форс Радиорубка, что ли? Стоит, стоит, стоять Но пока Оуфис Краха здесь еще на улице играют Но не совсем радиорубка Это лобби Это пока лобби Не на Б ребята идут Кидают флешки на Аплэнд А, радиорубка да Чопер пытается себя закрывать Мне вот уходит Потоксик встанет А вообще под девяточное Так, или что вы хотите? Ну-ка, что-то я запутался Слишком, слишком Широко и слишком Непонятно, куда конкретно Пошли бы ребята из команды Форс Может это как раз Им и поможет? Потому что Нечитаемая какая-то вообще Штука, которую сейчас Форзы исполняют То есть и не туда, и не туда, и не туда, и не туда, и никуда Но они вдруг Зажарались под девяткой Их там и порвали всех В итоге Никуда приводит в никуда, друзья То есть вроде как Логично Но они очень сильно Байтились на игрока на девятке Они пытались его убивать Прострелами И за счет этого Передянулись уже игроки защиты Под все возможные точки То есть была Улица Была девятка Была еще рампа И собственно с трех позиций Их там и Жали Налево и направо Сейчас пауза для команды Форс Первая в этом матче Денег у них не хватает на байне Покупали себе Все что угодно И денег осталось только у одного Экси-пауэра Элмазера И под такое бай не смотрится То есть в теории должны Сейчас составлять себе Примерно по две-три тысячи Может быть Элмазер раскидает дропчики Да, полетели тек-найны Для команды Форс Под арморы Небольшую раскидку И примерно то же самое По баю, что и в прошлом раунде Хотя если бы оставили экономику Могли бы рассчитывать На полноценный бай сейчас Но решили, что могут На быстром вылететь Вот эта непонятная ситуация По всей видимости Хотели занимать девятку Проходить возможно даже на рампы По улице туда дальше Я пока не понял идеи Но это был какой-то Фишечный раунд Который я прежде не видел Сам не видел И не понял пока Зачем он был Да, то есть он Как будто он не получился Хотели как-то непонятно как И вышло непонятно как Короче Ну ладно Или они знали как хотели Но со стороны вышло непонятно как Вот так Наверное лучше говорить Мир Забрал одного Выйдет с секрета Понимаю, что там еще куча всех На красном Т Уходит назад Потерял много хп Но главное выжил То есть сделал Оупен И просто ушел Ай дисбаланс Сделал оупен И просто ушел Пока все очень сильно Мы это не видим К сожалению Но там видимо какие-то Найсшоты Возможно Какие-то дружелюбные оскорбления Дружелюбные оскорбления Есть отличная фраза Для дружелюбных оскорблений Тра-та-та-та-та-та Без негатива Братан Поканчиваешь положение Понял, да? Как бы ты сам знаешь Кто ты, да? Но это все чисто подружно Без негатива, братан По фактам По фактам, да Дружелюбные оскорбления, друзья Худ немножко подвис Времени идет, я вижу 0-2 Ну Ну это нормально Конец Конец времени Восстановилось, да 7-3 пока 3 из 6 Напомню Для команды Force Раунды уходят Пространство На первой половине Становится все меньше и меньше Пространство внутри Даже не внутри А по раундам Вообще Стратегического пространства То есть то, что осталось Это у нас 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й 5 раундов, да? Да А из этих 5 Нужно взять 3 Команды Force Ну хотя бы 2 На самом-то деле С таким положением дел Хотя бы двоечку Честно признаюсь У них еще будут шансы То есть Пару Даже можно Три девайс Они могут тебе позволить Включая этот И вот Надо 2 из 3 Это все Реализовывать Выход на улицу Мир Просто Аннигилирует Сейчас игрока на улице Через смоук Фейскреке Не гранаты Не гранаты Ну в смысле Кранаты Окей Получает 1 Получает 2 Чопера Просто Окей Вся моя баллада Заканчивается Прямо здесь Сейчас Я даже продолжать Не буду Олег У чопера потому что широко выходят фарзы. Найс, вышли, но дисбаланс одного взрывает. Но нормально, все еще четыре человека живые. Очень сильно подгорает Мэджикс в винтах меж А и Б. Бомбу уже скинули на Б, потом подберут. Подбирают около темки бомбы. Поезд на Б постепенно. Лантер будет погибать, скорее всего. Второй будет погибать, не будет погибать. Фейскракс. Чешка работает, Чешка. Второй килл, что? Третий килл от Джерри. И дисбаланс, это авапа, остается последней. Это очень близкий четвертый для фарзов. Это внезапный четвертый для фарзов. Они отвечают за те обидные проигранные экономические раунды в свою пользу. Ну и действительно, нужно унести девайсы. То есть сейчас ребята врывались на Чешки. Фейскрак очень много импакта внес в этом раунде, закрыв двоих. Буквально с одной Чешки. Че ты ставишь? Че ты ставишь? Но времени нет. Будет убегать, да. Ну это понятно, да. Но вот этот вот, я думаю, что мы повтор дождемся. Да, и сейчас посмотрим еще коэффициенты, скорее всего, на после повторов. Ну и в более случаев, конечно, с ним служебным положением. Я хочу передать привет Лине. Приветики, собственно, да. В пакетике. И повтор. Уволен. И второй сейчас будет уволен. Бам, да. Просто два ноу-скопа. Ладно, второй как-то более-менее, потому что в упоре, но первый, как он там, но это опыт. Опытный снайпер там, конечно, жестко воюет. А я кайф показал, да? Не-не-не-не-не уверен. Да, так да. Показывай. 1.15 на Спирит, 5 единиц на Форос. Сейчас грустненько пока что. Красный Айдис Бэланс. Отлетает на красном Тайдис Бэланс от Экспауэра. Мир. Тайминг может не сработать. Мир может получить в бочину, бочину, бочину. Бочину, бочину. Маджек забирает Джерри. Мир все еще в очень опасной позиции. Мир видел оппонента. Убил уходить. У второго. Куда ты, куда ты, второго? Третьего. Ты что издеваешься? Сам Дайанг забрал третьего. Ладно, окей, хотя бы сам Дайанг. Я бы сейчас орал. Просто вы с ума сошли? Это через Макия. Шопер забирает алмазеры 9 раунд за командой Спирит. Вы издеваетесь, что ли? Это жесть какая-то вообще. Are you kidding me? Ну, ладно, первого там как-то еще более-менее второго, так как он там на запах, что ли, взял. Или у него какое-то зрение там. Третьего чуть не убил. Вот это, Сан Дайанг бы не подключился. Он бы, мне кажется, добился бы потела патронов ему. Да, я думаю, да. Так, ну и снова здесь теки. Снова Мак-10 и снова, по-моему, пуш-рампов сейчас будет. Да, они снова пуш-рампов. Денег нет. Здесь два человека. Один может не успеть, конечно. Снайпер работает. Рапплеру тяжело, очень тяжело. Очень-очень-очень-очень. Беланс беги с ножом, потому что очень тяжело. Снайпер-коментовка. Так, плед будет отлетать, потому что повернулся не во время. От Сан Дайанга с П-9, что он пришел. Экспавер забирает Адис Беланса. Открывает аквариум здесь. Вдвоем остаются около Б-плента. Но есть некоторые проблемы. Проблемы с бомбой. Бомба на рампах сверху. Сан Дайанг отлетает от Экспавера. А вот это заявочка. Тут еще и девайс по тро-армору появляется у Джерри. Мы знаем, как Джерри умеет стрелять. И Кси находится в удобной для себя комфортной ситуации, когда у него есть авик. Да, ХП, конечно, не фонтан, но уже трипл-пл. А тут вышел мир. Погибает от Джерри один в один. И вот сейчас, неужели еще один Эко возьму для себя игроки команды Форзы? Потому что шансы есть. Остается Мэджикс против Джерри. Все, Мэджикс такой. Ага, все. Слышу, слышу, слышу. Знаем, где ставится, здесь Джерри влетает. И с Тэк Нойна прямо в жбон дает Мэджикса, друзья. Тэк Найн лучший пистолет этого мира. Все. Но для Джерри. Но для Джерри, да-да-да. Я что-то так подзавис немножко на своей фразе. Но для Джерри. Но для Джерри. Вот это найс, конечно, тема. Ммм, сладко. Сладко. Это был очень вкусный раунд. Последний раунд первой половины будем смотреть. Пять из шести для команды Форрес. Надо брать шестой. Но по-прежнему в Байстов 3 у нас, конечно, очень яркое на моменты. То бы что ни говорилось, я кипят положения не высказывал по поводу разных сценариев и прочего-прочего. Но это катка доставляет очень много удовольствия. Очень. Прямо неимоверно. И по раундам, и по отдельным моментам. Тут можно хайлатов-то собирать, не знаю, на какой-нибудь ролик на ютубе. Сделать какой-то монтаж. И заработать себе тысячи подписчиков. Сто процентов. Поэтому вот вам идея для стартапа. Юзайте. Изучайте видеоредакторы. Хотя, подожди, я так задумался. Может быть, нафиг я это рассказал? Сейчас бы сам сделал. Сам бы сидел бы. Вот это вот бы делал бы. А теперь рассказал. Теперь все. Потеряно место рабочее. Эх ты. Ну, тебя пойдем с тобой на вокзал в коробке песни 5. А тебе приятно. Иногда дуй. Хорошая перспектива, между прочим. Во. Вот и забились. Вот и легко. Так. Пятнадцатый раунд здесь дальше продолжается. Это вся история фейскрак. Опа. Ровно на дисбалансе. Выходит медленно причем так. Крудет. Да. Не получилось. Красно здесь. Джерри забирает еще Мэджикса в размен. Знает Самдаян, где находится. А по ней... Не знаю зачем. Знать, если там труп упал. Что тут знать-то уже. Джерри погибает от Самдаянга. Все очень плохо для команды Форс. Очень плохо. Икс Пауэр пока что на аутсайде находится. Его товарищ... Вообще внизу. У его товарища бомба на руках. Желтый. 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 А, желтый закрыт. Пока мы видим. Стреем. А, ну, собственно, отлетает. Окей. Икс Пауэр около Планта на Самдаянга. Алмазер последний, друзья. Один в четыре. Тут попросили проверить мирно на допинг. После момента с прорушиванием смоки. Но Алмазер тут уже вряд ли. Да. Шесть секунд. Бомбу поставить, по-моему, даже не успевает уже. По-моему, даже не успевает. Да. Буквально каких-то 0.3 секунды не хватает ему до постановки Планта. И розыгрыш 1 в 4. Может быть, и были шансы, но пошел человек к Трампу. И понимает, что уже времени не хватает. Вот нам показывает статистику, кстати. Решил, что нужно все-таки действовать. 10-5. Счет тоже дефолтный. Было бы печальнее счет 12-3, который тоже довольно часто появляется в рамках Данюка. Но вот нужно подумать, что делать. Сейчас все это ложится на плечи и Цертуса, и Литтла, тренеров команд. Соответственно, Спирит и команды Форс. Ситуация, конечно, плачевная. Может быть. Пока что она может быть плачевной для команды Форс. Пока тяжело и получается. Но смотри, они же взяли по факту, что мы видим сейчас. Они взяли раунд пистолетный. Взяли два девайсных. Взяли экономический и экономический. То есть, два девайсных за всю карту Данюк. Если я все правильно посчитал и помню события. Тут важные, на самом деле, вот раунды от команды Спирит, это реально вот те самые эко. Они очень сильно бьют по экономике, команда противника, и очень сильно бьют по морали. Эх, команда противника. Вторая пистолетка, дорогие друзья. Комментаторы, поделитесь. Я тоже хочу так вдохновенно нести слово. Берешь чай. Берешь лимон. Берешь, открываешь, закрываешь дверь. Открываешь, закрываешь дверь. Открываешь, закрываешь дверь. Потом наливаешь воду в кружку с чаем. Там, где был лимон. Туда еще метку. И продолжаешь открывать, закрывать дверь. Вдохновение к тебе придет само. Сто процентов рецепт счастья и вдохновения. Я так обычно делаю. Соседи меня за этим ненавидят, но... Что бы тут не сделать. Экси пауэр, значит, голову мира. Второй на очереди нам тоже готов. Но тут сами себя начинают подпирать игроки команды. Форс разобрались. Алмазер довольно легко щелкает Мэджикса. Влетает смок у нас на мейн. Тут же погибает Джерри. Вентиляцию вроде бы должны были слышать сейчас. Смок, кстати, там довольно корявенько лег, если я все правильно увидел. На тот самый мейн. Ну и поставленная бомба для команды Спири. Четыре в три большинство. Пока что за командой Форс. Контроль винтов есть. Контроль девятки есть. Но все равно большинство для коллектива Форс, для фускиты там, кстати говоря, отсутствуют. Хотя, возможно, они были у Джерри, у того 100 долларов. Но тут как-то все рассыпались, поэтому тут и без китов хватает времени. Но ракеты даже были. Да, Форзе вместе насыпали здесь на Аплент одновременно. Это, кстати говоря, скорее всего, было выигрышной именно стратегией. Сейчас это одновременно сделать, единомоментно. Очень важный пистолетный раунд для них. Возможный Форс от Спиритов я бы ожидал. Сейчас посмотрим. И, соответственно, так как Форс, то для... Да, это будет Форс для Спиритов. Все следующие важные первые чекпоинты для Форзов как-то придется вот выжимать через слезы и кровь. Потому что больше никак не получится. Видимо, два Галила, два Скаута и коллаж для команды Спирит. Голый, кстати говоря, Скаутчик Айдис Бэланс. Денег не хватило вообще. Что-то кому-то кинул, видимо. Айдис Бэланс. Ну, наверное, да, кидал какой-то... Я даже не знаю, что он мог кинуть, честно говоря. Он без армора. 1900. В принципе, мог купить раскидку просто. Ладно. Наблюдаем. Джерри, убивай Чоппер. Дальше размен от мира. 4 в 4. Подбитый Айдис Бэланс. Без армора мог бы там, конечно, отъехать. Нас буст, так, от Волк. И Алмазер пока что на курятнике стоит, выцеливает. И Мэйн тут много позиций. Закрывает дверку. Очень приличный человек. А нечего тут, знаете, не убивать, если говоря, с СДВА. Потому что там еще был второй игрок. И, в принципе, сам СДВА справился. Но было очень опасно. Могли бы там и двое отъехать. Немного повезло. Потому что Мэджикс был на прикрытии. И ситуация, конечно, сейчас уже переворачивается в сторону атаки. Да, битые. Да, там без армура игрок один. Но все равно жив мир. Вот, наверное, главный сейчас ключевой товарищ, который с Калашом будет разносить головы, если его вовремя не подснять. Да, да, это правда. Мир очень сильно разогретый. Здесь все так. Ребята из команды Spirit. На плент через будку. Аккуратно выходит. Позиция желтого пустая. Они пока об этом не знают. Но вроде прочекали ее. Выходит на плент. А плент пустой. Ребята, значит, будут ставить бомбу где-то близко. Здесь рядом. Девятка поднимается. Флит с МП5, кстати говоря. Наверное, готовы. Икс Пауэр. Хаешка. Может взорвется сейчас с ДВА. Не взрывается из ДВА. В смысле? Мэджик забирает туда. Поискрак отвечает, конечно. Но с Икс Пауэром они остаются вдвоем. Икс Пауэр уже спрыгнул. И уже потерял позицию. На самом деле заранее. И, собственно, от издевая отлетает Фейскрак. И Икс Пауэр последний. Вариантов вообще никаких на самом деле. То есть, в смысле, вообще никаких. Подождать, задефьюзить. Типа, просто ждать. И ждать. Тихо, 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 тихо. И ждать. И ждать. И ждать. Рано, кажется. Рано. Рано. Надо было вот как будто бы еще полсекунды. Чтобы они совсем уже начали брать. Но они не бежали. Все равно это было видно, да. Но... Найс трой. Я идею понял. Но не вышло. Немного не получилось. Но там очень грамотно по стрельбе вышло у СДВА. То есть, он снес первое. Остался на лоу ХП. И потом еще в упорной позиции. Ждал игроков защиты, который ретейкали уже. То есть, наш ТХП там 2 или 3 фрага оформил. И это очень сильно зарешало. То есть, по стрельбе сейчас вытащили очень сильно. Игроки команды Spirit. Все пытаются прострелить улицу. Сам пока получает дэмэджи. Есть игрок на скале. Снимает тон мира. Вырубил самого опасного. Форз для команды Форзе. И там в руках, конечно, писарет. Никаких галилов, амасов тем более нет. Только деглы. 5-7. На них тоже. И пара гранат имеется. Тяжелая ситуация для Форз. Экспауэр немножко по хп потерял. Мира потеряли спириты. Одного из лучших игроков на последних двух картах, как минимум точно. Может, у Форзов какой-то вариант здесь есть, если действовать очень аккуратно. Смог на закрытие раздевал очки. Только что будет расковаться здесь. Пока вспомнил, как позиция называется. Уже было понятно, что раздевалка. Господи, какой стыд. Можно было и раньше сказать. Экспауэр. Попал по дисбалансу, не убил. Это скаут. Попал в штушку, значит, получается. И в этой команде Спирит, получается, занимает частично, как минимум, аутсайд. Внешний, да? И вот это вот уже, вообще-то, проблемы. Ну, некоторые так точно. Проблемы имеешь со временем. Для команды Спирит снова поджимает. Нужно действовать. Нужно как-то принимать решение. Алмазер подставляется. Хотя можно было, наверное, пожить. В какой-то момент. Тут на скаут. На перемещении. Экси-пауэр. Хороших. Хэдшот на Чопера. Еще и калашников. Даун на лоу ХП. Можно скинуть девайс тиммейту под армор. И тогда будет поприятнее. Флит в позиции. Джерри еще какая-то дисбаланса. Тут же 5-7 работает. Минус бомба, минус время. Просто-напросто Мэджис не бывает. Это седьмой раунд для команды Форза, который вытаскивает. И снова время. Снова Спирит. На этом лоу таймере ничего не могу сделать. Здесь не получается. Однако, слушайте, это интересно. Это интересно. Мэджикс, конечно, сохранится здесь. Но 3 900, 2 500, 2 900. Нету денег. Ну, если проще объяснять. Нету денег. Форза, может быть, здесь возьмут свой восьмой. То есть мы заранее как бы его запишем. А вот такие в чеки. 1.35 на команду Спирит. Все еще тройка на команду Форз. 3.05, то бишь, от наших коллег из прематча. Ладно. Вы точно уверены в этом? Хотя Форз, подожди, Форз от команды Спирит. О, интересно. Под Галил, под Теки, под Тек, под Дипулы. Сам Дайанг здесь получил ПФП. Погиб сам Дайанг. Угу. Так, ну 4 в 5 большинство есть. Сейчас засовленное МКУ с атаки имеется. Галил там же. Ну и Теки Дипулы. Просто не подставляться бы. Но выход из Курятника, который почему-то никто не контрил из команды Форз. А Фейскрэк не заметил оппонента. Как-то фокус потеряли. Форз расслабились. Я не знаю почему. Но Курятник никто не контрит вообще. И подставляется под такую позицию. Довольно активный. Экси Пауэр сейчас чекает все. Получает вроде как флешку. Но сам не подозревая. Оттого вроде бы выходит. И они уходят назад. Из этой ситуации более-менее живым. И это 3 в 4 для защиты в какой-то момент. И они уходят назад. И потом обратно возвращается. Экс Пауэр убивает одного. Размена нет. Но все-таки хорошо есть здесь скилл для Экс Пауэра. Понимаешь, что все еще может быть и радиорубка. Очень какие-то тут игры престолов от команды Спирит, если честно. Они прямо пытаются прощупать оборону. Типа щупают там, щупают там, щупают там. И в итоге везде им дают по лицу. То один отлетает, то второй отлетает игрок. А дисбаланс все-таки Джеремин Си. Два на двое боевая ситуация. Очень интересно. Экс Пауэр через радиорубку пойдет на Аплент. Флит вообще на Б. То есть Спириты играют против одного игрока сейчас. Будет ставиться бомба уже на Аплент. Это будет будка. Это будут не винты девятка, видимо, насколько я понимаю. Или лобби. Вопрос. То есть два лобби. Ооо, дисбаланс, ты один. Ай-яй-яй. И все знают, где ты. Поэтому надо как-то действовать. Он додавается на... А, все, уже не важно. Это девятка была. Девятка, да, пришла? Да, это девятка была. Опасный, но выигрышный раунд для команды Форс. Были в меньшинстве. На протяжении раунда 4 в 3. Потом где-то там 3 в 2. И подобные вещи. Но смогли выкрутиться и, в принципе, для себя раунд забрать. Да, поставленная бомба для команды Спирит. Но денег все равно на бай не хватает. Соответственно, будет экономический. Под скаут. Пара деглов. Без арморов. Ну, не знаю. Форс дам. Вот главное сейчас не слить вот это вот все. Главное не слить. Потому что, ну, уже сколько можно. Ну, хватит уже. Ну, действительно. Столько раундов отдавали. Подобных. То есть, чего. Этерна слили. Там двух хватило. Но Джерри здесь справляется легко с Санда Янгом. Ну, и теперь нужно как-то вот действительно по деглам выходить в команде Спирит. Чтобы хоть как-то, может, девайсы вновить, но что-то, по-моему, это будет уже не такой простой раунд для команды Спирит. Так, слушай, ну, интересно. Мы подходим к татуу больше 26.5. Постепенно на карте Данюк. Заметь, да, как вот у нас все здесь получается. Сейчас раундная ночь не закончится. В ближайшее время я здесь был у нас последний. И расскажу. Очень-очень-очень прямо жирная, сочная первая карта. Знаешь, как стейк с картошкой, короче. Такое прям хорошо. Потом вторая карта. Что-то типа десертика. И сейчас мы досматриваем, как говорится, третью. Компот. Компот, да, да. Реально компот. Знаешь, с каким-нибудь там легким-легким бутербродом. То есть она ровненькая такая карта. Есть камбэки, есть хорошие раунды. Но прямо без вот каких-либо прямо супер таких вещей. Фейскрак 1-го, 2-го, вот эти супер вещи. И все забирает, лоу. Два человека у команды Spirit остается. Один с баланс миром. Все-таки есть какой-то размер. Но вы вдвоем. Что вы делаете, господи Иисусе? Мама родная. 4 в 2 были. Сейчас пока что умирают. Джерри хотя бы по хп получает. Мир пока что все еще живой. Бомб под контролем у ребят из команды Spirit. Но пока поставить не могут. Не понимают, где находятся оппоненты. Ну вот Молик на девятку. Продлевается на мейне. Можно поставить пачку. И там уже дальше будет 3-тейк для ребят. Так, где у нас там второй бегает игрок защиты? Я пока... А, они оба через мейн, да, пойдут? Да, они оба через мейн. А тот Алисбаланс стоит и ждет. Прилетает Смоук на Скрип. Но Алисбалансу как бы не горячу, не холодно. Он уже вышел. Им этот Смоук не особо-то мешает. Может даже под него сыграется. Но постребеет что-то не тот Алисбалансом. Просто провожает по факту Джерри этим спреем. Остается лишь один мир. Находится в курятнике. Ножки не видно. Это на нации видно. Прилетает еще Смаки. Пытается нашивать. Но тут просил этот тенг просто. И это десяточка для команды. Они успевают, да, да, да. Да, они точно успевают. Уфишки-то есть. Есть вообще все в порядке. Как же близко раунды проходят. Один и второй. Все там два в два ретейки с бомбой. Да, слушай, здесь. Здесь, кстати, действительно. Вот сейчас было достаточно близко. Комбэк от команды Форрес. Пытаются здесь оформить. Постепенно они вообще-то к нему очень близко, потому что будут только ни дефолт, ни пистолеты от команды Спирит. Но есть один момент. Это два тека и три дегла. Это если сделать все правильно, уже суперопасно для команды Форрес. Если Форрзы подпустят близко к себе такие пистолеты. Поджим там, поджим. Я вижу поджим. Даже двойной поджим. Лол. Так, улицу поджали. По-моему, впервые так действует Форс. На красный зарезает у нас игрок защиты. По справе не получается. Это Джерри. Харишка полетела. Начинает отступать. Прилетает простелок. Икси Пауэр дает размину. Тут из Дюбай. Находит фраг на Икси Пауэр. Также минус. А второго заметят? Фейс Крэк. Крэк. Не провожает. Живи, живи. Провожает нормально. Не добил. А теперь не добить. Сейчас будет мстя. Не обязательно. А там более хорошо. А уже не важно. Мстя, мстя, мстя была. Да, мстя была здесь. Флит, 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 флит. Очень сильный битый мир. Надо забрать. И он не забирает его. Вот это да. Но бомбу надо брать. Бомба-то на отсайде под контрольным алмазером. А он один. А он может отлететь. Но не от этого. Но попали в почку. Но не от этого парня. Берет Сэмка чоппером. Бомба прямо вот около имейна. Вот она, родная, лежит. Вот она там сидит, перикает. И он отлетает от чоппера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это три дегла и два тэкнайна. Ай-яй-яй. Как у нас сегодня эти экофарсы залетают. Для, при том, обеих команд. Что форс, у нас тоже брали в свой форс раунд. Что сейчас спирита тоже наказывают. И, по-моему, уже даже на этой карте второй или третий раз подобное происходит. Но, благо, есть деньги для команды форс. Есть также бай для команды спирит. Но вот сейчас для форс, наверное, важнейший раунд в этой карте. А для дисбаланса, что-то так боком-то выходишь на скалон, подумал, что он спрятался. Не получилось своей дисбаланса. Мне так же не спрячется, а он просто закрывает глаза и такой, типа, ищи. И, в принципе, меня нет, да. Ну, то есть в его мире его нет же, он уже ничего не видит. Значит, и другие ничего не видят. Все правильно, я считаю, он прав у тебя полностью. Вот. Я тоже так в детстве думал, пока мне не сказали. Я был очень расстроен. Ты не представляешь, насколько я был расстроен тогда. У меня было там 5 или 6, я не помню. Ну, ладно. Это грустно, конечно, да. Но при этом 4 человека. Команда спирит все еще на месте. Они все еще здесь. Они все еще постараются... Постараются... Какую-то борьбу здесь показать. Но очень тяжело открываются позиции. То есть аутсайд не открыт. Вот только сейчас на аутсайд заходит. Постепенно, причем, очень миленно. Закрывает ангар, кстати говоря. С маком это они молодцы. Аутсайд дальше проходит. Единичка вообще стоит. То есть аутсайд вообще никуда не двигается. Вот он сквик. О, взрывает Джерри. А как-то так там отлетел неприятно. Это ангар был, да? Да, это ангар был. Вон он. Что-то там отъехал от хая. У нас проход. Опять 30 секунд для команды Спирит. Опять вот эти таймеры, которые могут далеко не облегчить судьбу. Команды Спирит сейчас ждут. Экси Павер находится под выходом на базу ПР. Экси Павер повторит не свой успех. Нет. Вырубает его Чоппер. Дальше размен от Алмазера. Но Мир находит свой минус. Молики полетели. Флажки полетели. Но Бомба ставится под Майн. Отлетает еще и Флит. И параллельно с этим погибает Экси Павер. 13 раунговая команда Спирит. Денег нет у команды Форс. Это экономически. Это, возможно, выход. Возможный выход на 14 раунд. Да, но если у Спиритов эти эко залетают, то Форзов как бы там пополам-пополам иногда получается. Иногда не получается отвечать тем же самым по своему оппоненту. Ай-яй-яй. Очень неприятно, конечно. Ладно, смотрим дальше. Это прям флэка-флэка, друзья. Это реально практически 14-й. Вариантов здесь никаких я не вижу для команды Форз. Критическая ситуация для Форзов. На следующем раунде необходимо будет придумывать что-то интересное. Что-то интересное это либо сильный пассивный дефолт, либо, опять же, возможно, инициативные действия одного, двух, а то и даже трех человек из пяти. Что громаднейший риск уже заранее. Либо еще какие-то варианты. На кредитку молек летит, это команда атаки, на кредитке никого нет, за ангаром никого нет, вообще в этих позициях никого нет. Форзы играют в полу-пассивном режиме здесь. То есть они решили с пистолетами сами не отдаваться вперед, не идти, по факту. Отдают аутсайд глубокий, прямо далеко-далеко. На кондей забирается мир. То есть, по факту, карта под контролем спирит, на самом деле. Из-за того, что так много частей карты отдали, форсамбо хоть один килл сделать, и то я не верю в это. Ну, тут нужно прямо где-то искать оппонента. Есть информация, а вот тебе и хэншот, а вот возможно... Нет, даже не получается у алмайзера. Нет, получается. Также фейскрек, если это последний флист, там по 250-й, фраг можно найти, погибает адресибаланс. И из ангара приходит еще и чоппер, но тут уже леонидс проявляется на 100%, ставит снайперскую винтовку. 14.10, тайм-аут для команды форс. Второй на этой карте. И спириты по-прежнему паузы не используют. Ну, видимо, им реально... Они на Инферно брали паузу? Мне кажется, нет. А ты помнишь, что они вообще почти не брали паузы? На Дассе они ни одной паузы не взяли. На Инферно, по-моему, тоже ни одной паузы. Или, может, максимум одну, и то я не верю, что одну. Ты знаешь, я вот пойду посмотрю. Подожди, мне прямо интересно. Где там у нас до Инферно? Тактическая от форзов. Тактическая от форзов. А-а. Ни одной. Ни одной паузы от спирита. Ни одной. То есть в данной экосистеме, в которой они сейчас играют, им не надо. Именно в смысле функционал паузы. Конкретно им не надо. Они это делают либо как-то иначе, либо им вообще не надо. То есть все, как бы точка, вопрос закрыт. Потому что они просто не пользуются этим. Не пользуются, значит, не надо. Это интересная стратегия. Может быть, там тренер вещает, когда идет фристайл, например, условный. Да. Потому что общаться-то можно, а ребята исполняют. X-Power реализует подсадочку. Хорошо получилось. Нашел фраг на Чопера. Отъезжает одна боевая единица команды Spirit. Можно пробовать. Можно завозить ребятам из чатика работягам ДБшку, которые так очень часто просят. И нам интригу в матче надо. Надо интрига. Это, кстати, та самая позиция X-Power, которая вентиля над ангаром, которую он периодически использует. Иногда слишком много раз подряд, и его там убивают. В этот раз, по-моему, первый раз, если я ничего не путаю. По-моему, первый раз он туда подсаживается, сразу делает open. То есть надо вот в меру ее использовать. Потому что он, если почувствует, что слишком, точнее, хорошо получается, он может туда, типа, лезть, лезть, постоянно лезть, и вот там будут убивать в каких-нибудь важных следующих раундах. Ну, это как в озоне на Инферно, тоже там часто ее не поиспользуешь. Один-два раз за сторону — это максимум. То есть надо правильно встать, короче. Да-да-да. То есть часто типа поиспользовал, вообще забудь о ней пока что. Попробуй как-то так подловить оппонента, чтобы он забыл о ней сам потом. Что-то такое я не ожидал. Меньшество команды спирит будет дальше продолжать. 25 секунд. Ребят, очень сильно медлят. Реально, это действительно очень сильно. И уже на аплэнт прибегут, потому что я уже вижу, что если они развернулись в лобби, это тупо аплэнт, потому что у них времени физически не хватает. Ни на что. Алмазер — авангардная позиция, очень ударная здесь. Его еще прикрывает его товарищ, соответственно. Алмазер — первого, второго, третьего. Ну, прям, муа, очень хорошо. У него могло бы не получиться, но, знаете, не в этот раз. А дисбаланс разминивает Джерри. И здравствуйте, один из сторон за командой Форс. И здравствуйте, этот тотал больше 26,5. И вот я замечаю, что у них при выходе из курятника есть некоторые проблемы. Они однажды отдались фейскрайку в фармилке, сейчас они отдались алмазеру. Кстати, хороший выстрел от Экси Павара, который просто ты нашел там пол лица, гуляющий за боксами. Но тот алмазер, конечно, мой элемент крутой. Но снова время, снова 10 секунд было на таймере, то есть они фактически должны были за эти 10 секунд, даже за 5, прочекать все позиции, кто куда смотрит. Ну, и по-любому разобранные были. Кто куда смотрит, пойти. А там какой-то Молик, может быть, даже 2, какая-то флешка, возможно, от защиты. Короче, я сомневаюсь, что с такими таймерами у Перетов есть сильно большое будущее. Почему-то вот мое личное мнение. Не понял. Возможно, на браках у них другой работает. Молик летит на кредитку опять здесь, но уже в ангар пропушили террористы. Для Джерри это суперопасная тема, потому что кредитка палится, если на нее будешь глубоко выходить, и при этом через ангар у него сзади как бы поджим, и спереди поджим, и сзади поджим. Жесть какая, Джерри. Одного забирает, расторачивается, второго нет. А вот второго ожидал, наверное, но просто не успел на 180 MLG-шот здесь повесить. 4 на 4 раздевалку смотрит X-Power, но уже секрет под контролем команда Spirit. Ангар, кстати, в том числе. Из ангара выходит парень. Парень, до свидания. Это была дисбаланс. В меньшинстве остается команда Spirit. Ух. Тут еще и фраг от Magics'а, и X-Power погибает. 3 в 3. 40 секунд на таймере. Нужно двигаться. Алмазер с девятки чекает улицу, никого не видит. Там есть, конечно, игроки, но игроки закрыты стенкой. И как-то вот сейчас нужно действовать. Fleet 1 на базе B. Туда даже перемещается команда Spirit. В большинстве алмазеры уже смотрят под девяткой. Не пробрались ли к нему, но тут уже Fleet должен слышать топот но команды Spirit смог прокидываться. Fleet пока ничего не видит. Там открывается дверка и закрывается Fleet. Это 2 в 3. Тут уже вопрос сейвить или нет. 1 в 2. Пойдет на 3-take. Facecrack убивает Magic Sire. Сается 1 в 1. Это будет клатч момент. 1 в 2. Нужно тащить для своей команды все или ничего. Все или ничего. Facecrack открывается и погибает от SD-Wire. Это 15-11 и 4 мап и матч-поинты для команды Spirit. Да. Пока так. Пока 15-й, друзья. Пока 15-й. Ай-яй-яй-яй-яй для команды Frost. Насколько же насколько же, конечно, супер-супер-супер-тяжело здесь. Насколько же что-то возьми супер-тяжело. Но есть еще есть еще шансы. Смотрим. Последний добавь на последний день. Ну, вообще добавь на последние деньги. СМГшечки 3 штуки. ФАМАЗ есть. Скауточка есть у X-Power. Против пяти калашей будут играть ангар. Девятка, да, там стоит. Ага, за кредитку выходит. Попадает по миру, но этого мало. Джерри... О! Как... Господи, что так прям суперактивно ты здесь играешь. Причем не самый лучший давать для такой агрессивной игры, но Джерри прям позиции не сдает. Пока нет, но был на волосок от какого-либо контакта неприятного для себя. Там все-таки калаши, и калаши бьют больно в отличие от формилки. Хотя от файскрайка там влетело настолько больно, что теперь это еле опомнились. Хотя они в том раунде не поднялись, но было все очень близко. Скаут, три формилки, гранат нет у команды Форзы. Это очень плохо. Только на стрибун, только на стрибун, ни более, ни менее. Отдается весь аутсайд здесь. А там ты не повоюешь, у тебя только скаут по факту, а с формилками там нечего делать. Снайпер Бокс, Экспару, единственный, кто будет чекать аутсайд. Слышит, слышит, ангар выходит. Оп! Ой, как вы сдаёте позиции на сайт. Я понимаю, что слабые девайсы и ползут прямо мимо него, и ползут. И сейчас его сзади заберут, наверное, если повернётся, да? Да, 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 да. Просто, ну, конечно же, да, ну, конечно, да. Ты же слышал ангар. И если ангар почему-то куда-то пропал, ну, куда он мог пропасть? Ну, то есть, ну, куда он мог пропасть, если он не под тобой в присядку, как Солид Снейк там ползёт? Флит с Фейскарком вдвоём остаются, убивает бомбера. 13-13 секунд не получается. Флит последний. И его просто зажали с двух сторон. Точнее, зажимали даже бы с двух сторон. Там был только один противник против него. Но было бы и два, и мы видели, что было бы и три. И.